Так, добрый вечер, дорогие друзья. Дайте мне обратную связь, как меня слышно. Так, похрипывает. Ну, отлично, все, спасибо. У кого хрипит, там надо, значит, смотреть. Я сам не хриплю. Установка хорошая. Спасибо, спасибо, друзья. Все, спасибо. Значит, в первую очередь, сегодня еще только 9 марта. Я от имени нас с Алексеем Дьяковым, если он сам этого еще не сделал, то мы вместе поздравляем всех дам с прошедшим 8 марта. Праздник, он и есть праздник. Поздравления, они всегда, как говорится, не помешают. Поэтому всем, дорогие дамы, желаем, женщины, желаем быть очаровательными, по-весеннему, заманчивыми и своеобразными, чтобы счастье не покидало вас, ваше душевное и духовное состояние, чтобы вы были всегда желанны, чтобы вы всегда были бы в хорошем настроении, в добром здравии, чтобы все вас слушались и, как говорится, были бы шеи той головы, которую вы возглавляете. Одним словом, всего вам самого доброго. Итак, значит, что следующее? Следующее то, что немножко новостей, такова уже у нас традиция. Я должен сегодня извиниться и, скорее всего, сейчас, через какое-то время убрать свое изображение, потому что мы вообще с Алексеем были на грани того, что сегодня там сидели. Сеть начинает дурить. Она сопровождает, потому что мы связаны со Скайвей. Не знаю. Готовимся к шестому технологическому укладу. И, скорее всего, вот сети, уже старые сети не выдерживают. Одним словом, значит, подвисает, да. Да, сейчас я уберу тогда изображение. Вот видите, уже говорят, что подвисает. Как сейчас? Слышно меня, да? Новостей еще, Наталья, не было. Так, дайте еще обратную связь. Слышно, да? Спасибо. Отлично. Отлично. Так, сейчас, одну минуточку. Так, ну, вроде бы сейчас все нормально. Значит, лучше стало. Значит, новостей. Новости только начинаются, их немного, но они важны. Я считаю необходимым заострить ваше внимание на том, что в Объединенных Арабских Эмиратах принято решение. Оно еще не, значит, скажем так, не прошло по всем инстанциям, но, в принципе, принято решение о создании новой стратегии развития транспорта страны. И развитие страны в целом, на основе нового поколения транспорта. Для начального этапа, период, я затрудняюсь точно сказать, но выделено более 6 миллиардов долларов. Это очень важная информация. Когда она полностью утрясется, укомплектуется, мы сможем более подробно об этом узнать. По всей вероятности, кто вчера участвовал, знают и слышали, что в Израиле удачно прошла встреча. Вот, и Министерство транспорта, министр транспорта Израиля готовят, готовят уже, да, скажем, предложения в правительство по развитию транспорта и уже транспорта Израиля, но уже на абсолютно принципиально новой технологии, по технологии SkyWay. Теперь, значит, тут кое-что было сказано сегодня, я вот следил немножко за чатом, пока вы видео смотрели, значит, что более чем в 190 странах. Вы знаете, это не совсем корректно. Я позволю себе немножко, немножко, значит, откорректировать, что значит, где мы присутствуем. Мы присутствуем в более чем в 80 странах и более чем в 95 регионах, в том числе, извиняюсь. Если считать, значит, регионы, то у нас мы более чем, как бы, более 195. Но где-то, я так думаю, никто не считал, пока точный анализ не делали, что среди стран, которые озвучиваются, там часть регионов, которые некоторые регионы есть. Вы вообще знаете, да, что в мире пост, как бы, зарегистрировано 200, 212, по одним данным, по другим данным, 216 стран. Там среди них находится где-то порядка 18 в различных статусах, которые не совсем подходят под статус страны. Но суть сейчас не в этом. Мы уже почти на всем земном шаре. И это радует. Но, к сожалению или к счастью, процессы развиваются таким образом, что нам очень важно осознавать и, как бы, самим готовиться к тому, что нас ждет впереди. Если мы говорили два или три года назад, говорили, что нас впереди ждет эко-технопарк, сертификация технологий, это нас ждет. Нас ждет 1 июля, нас ждут масса различных событий между сегодняшним днем и 1 июля. Я уверен, будут заключены еще не один десяток соглашений и договоров уже на адресные проекты. Но впереди, дорогие друзья, маячит главный адресный проект, о котором я заговорю или кое-что скажу в конце. И он, как бы, снова вытекает из публикации, которая была сегодняшним числом на сайте Анатолия Эдуардовича Юницкого. Там, в какой-то степени повторяется целый ряд утверждений, которые изначально были заложены в развитие технологий SkyWay. И, как бы, протянут оттуда, значит, ниточка к SpaceWay, то есть космической дороге, да, вот, внеземной дороге. Но, тем не менее, эту связь надо уже нам сегодня осознавать. И я дам некоторые свои, как бы, комментарии вот этому материалу, который там изложен. Итак, давайте пройдемся быстренько, значит, посмотрим, что у нас там в прошлый раз было с вами. Прошлый раз мы с вами смотрели, просмотрели, значит, смотрите, у нас в плане было дисконт и прогноз. Это мы просмотрели, но время ближе приблизилось на один шаг. Об этом мы тоже говорили, я сегодня не буду это повторяться здесь, да. Это перспектива по сферам компетенций GTI, то есть Global Transport Investment. Это компания, которая является владельцем технологии, и она является материнской компанией тех компаний, акций, которых мы получаем в залог под наши инвестиции. Очень просто. И для чего я это все говорю? Это все практически, дорогие друзья, база для бизнеса. Колоссальная база для бизнеса, чтобы мы осознавали, где, как бы, лежит большой потенциал на ближайшее будущее, если не сказать на ближайшие 15-50 лет. И теперь смотрите, что получается, значит, первое это транспортные технологии, но с этим более-менее ясно. Но здесь мы четко знаем, что сегодня то, что будет показано, показывается и делается в Экотехнопарке, это самый простой вариант технологии SkyWay. Самый простой. Почему? Потому что все сразу нельзя показывать, потому что все сразу на высшем уровне и нельзя сертифицировать. Этот процесс занял бы значительно больше времени, и в связи с этим были взяты самые простые варианты. Самый простой вариант, чтобы технологию в целом сертифицировать. И теперь, что далее? Смотрите, далее. И впереди еще масса новых решений. Они в КБ есть, они требуют уже в процессе сдачи Экотехнопарка в эксплуатацию и отработки, и это все будет там делаться. Теперь, что дальше? SkyWay – интеллектуальное ограждение охранной модулей. Это было в прошлый раз показано и сказано, и там у нас идет, как бы, уже возможность реализации. Это я уже в прошлый раз сказал. Развитие землепользования и аграрной технологии. Надо понимать, что уже этот проект в какой-то степени, или это возможность, эти разработки в какой-то степени заложены в договор или соглашении договора, который подготавливается в Объединенных Арабских Эмирных Азербайджанах. Потому что фактически, как я это дело понимаю, там целевой проект касается территории от Абу-Даби до Дубая. Это большое, так называемое, пятно застройки трассы скоростной и связанной с ней развитие землепользования. А какая там земля? Там песчаная пустыня. Вот она будет превращаться шаг за шагом в оазис. Это очень колоссальная работа. Но все начинается с малого. Теперь строительные технологии. Есть строительные технологии, они требуют какой-то определенной отработки. Но строительные технологии, они касаются в основном домостроения, высотного домостроения. Первое, с использованием строений как основы анкерных опор. И строительные технологии, связанные с застройкой на вечной мерзлоте. Производство электроэнергии. В прошлый раз я уже говорил, практически наша путевая структура становится производителем электроэнергии. Здесь очень интересный ряд решений есть. Это все будет уже использоваться даже в экотехнопарке. Это мы с вами по всей вероятности даже что-то уже увидим летом в июле месяце. И вплоть до того, что определенные трассы, транспортные структуры будут сами производить столько электроэнергии, чтобы ее хватало, 20% уходило на собственные потребности, и 80% отдавалось бы в сеть или же аккумулировалось для каких-то необходимостей каких-то проектов. Логистические центры и межконтинентальные грузовые потоки Восток-Запад и Север-Юг. Вы понимаете, я обмолвился, поскольку время в прошлый раз как бы уже поджимало нас. Обмолвился, в этот раз немножко уточню здесь. Здесь такой важный момент, что сегодня осуществляются контейнерные перевозки. Вся Европа, Азия заполнена фурами, заполнены железнодорожные трассы контейнерами, перевозками. Морские перевозки практически все контейнерные. В большинстве своем. И это очень как бы затратно. Во-первых, очень много уходит ресурсов. Вы же представляете, что такое провести море. Сколько уходит топлива для того, чтобы корабль передвигался. Много времени уходит. Поэтому и средней скорости сегодня грузопотоков, движения грузопотоков, средней, более-менее международной или в Европе, это считается где-то 11-12 км в час. А в России это 8,5-9 км в час. И это не считается время простоя на складах. Это чистое движение. То есть расстояние и движение. И это очень медленно. Это является одновременно, или вернее, это и является противоречием между, скажем, скоростным обменом информации и столь медленным обменом материальными ресурсами и передвижением человека. То есть это как бы не в сочетании находится, и поэтому развитие очень сильно тормозится. Оно ресурсоемкое, и здесь требуются очень большие как бы изменения. Но логистические центры, они сейчас, скорее всего, в ближайшее время должны будут перестраиваться. Те, кто уловит, что надо подстраиваться под новые технологии транспортные, те будут на высоте. Кто нет, те будут потом стоять у пустого потока, хотя, как когда-то входила железная дорога и не иссякли мужевые перевозки, в какой-то степени и здесь будет соответствующий период перехода. Но он займет где-то 10-15 лет. Поэтому вот здесь, если правильно смотреть, есть много работы. Есть одна рабочая группа, которая в этом направлении работает. Но это пока все волонтерские дела. Теперь дальше. И линейные города и сети поселений. Реурбанизация. Я почему выделил слово реурбанизация? Дело в том, что до сегодняшнего дня, что такое было реурбанизация? Это городские застройки, реурбанизация – это как бы оттягивание населения из городов на просторы Вселенной. И вопрос в том, что не Вселенная, извиняюсь, а земной поверхности. Я тут меня занесло уже. Значит, земной поверхности, то есть более рассредоточенно. Это в особенности касается таких государств, где много земли, как Россия, Казахстан и так далее. В Европе несколько другая ситуация. Но в городах уже и сегодня, несмотря на то, что миллионные города, они захлебываются, и в ближайшее время будет происходить рассредоточение. Если посмотреть на анализ, чем сейчас занимаются в больших городах люди, вот они скопились, они сосредоточились в этих городах, миллионниках, десяти миллионниках. А промышленность сегодня уже, эпоха индустриализации закончилась уже более десятки лет назад, когда начали выходить из индустриального эпохи. А люди остались в городах, они были согнаны сюда, в большие города-миллионники. И что сегодня происходит? 95-98% людей в городах находятся друг ради друга. И вся их деятельность сосредоточена на том, чтобы обслуживать друг друга. Поскольку они уже сюда собрались, давайте обслуживать. Одни торгуют, другие делают ногти, третий делает прическу, четвертые готовят пищу, пятые убирают мусор, шестые надзирают за тем, чтобы был порядок. И так далее. Обслуживают, обслуживают машины, обслуживают технику, обслуживают еще что-то и так далее. И это все становится малоуправляемым в том плане, что не дай бог какой-то сбой или еще что-то. И тогда в городах будет очень ой-ой-ой. Но, тем не менее, а люди, им просто деться некуда. Все привыкли, всем удобно жить. А теперь представьте, что начинается и идет строительство скоростной трассы, межгородских трасс, которые будут, скажем так, ну, они между городской и высокоскоростной трассой. Что-то порядка там, скорости несколько другие будут, но, тем не менее, это будут трассы от 150 до 300 километров. И это приличные зоны. А где у нас сегодня находятся поселения или так называемые города, сельские такие, как бы, поселки, элитного, там, неэлитного типа, которые окружают орбиту городов? Они находятся от 15 до 50 в Москве, вообще до 100 километров от центра города. Поэтому связь с городом неудобная, потому что чиновники приезжают в город, трассы все заложены и так далее. Поэтому реурбанизация ждет, то есть вот этот процесс, он пока не развивается, он идет стихийно. И начнется развитие, как только войдет транспортные сети, начнут развиваться по технологии SkyWay. Это просто однозначно. А тут, дорогие друзья, я в прошлый раз уже вам говорил, еще раз повторюсь. Здесь колоссальный, мощный потенциал для жизнедеятельности. Но, чтобы во все это тянуться, нужно много поработать. Каждому над собой и нам всем вместе. Теперь что? Значит, здесь это неважно, это у нас было уже. Так, это тоже, это мы разбирали в прошлый раз. Вот вернемся к этой схеме. Почему я так как бы упорно напоминаю вам о том, что пока у нас существует, значит, технологический уклад, он идет уже, скажем так, последние, ну, 3-5 столетий идет впереди, за ним тянется экономически или подталкивает друг друга, и тянется за ними социальный уклад, то есть подстраивается друг к другу. Но духовный уклад, он пока только состоит из различных религиозных концессий и так далее. Существуют различные надри в мире по различным данным, но почти где-то около 2 тысяч различных духовных школ, в направлении религиозных общин и тогда, не общин, а религиозных школ и верований. Но духовный уклад нашей цивилизации достаточно отстает от всего, от того, что происходит вот в этих технологическом, социальном и экономическом укладе. И мы топчемся по кругу и идем потихонечку к пропасти. Поэтому будущие нужны планетарные проекты, которые базировались бы на принципиально новой науке, поддерживались бы культурным развитием и образовательной системой. Это, с одной стороны, проблемы, но с другой стороны, это и возможности, дорогие друзья. Поэтому здесь мы сейчас еще пару основных таких моментов обозначим с вами, чтобы понять, где собака зарылась. Хотя мы это ощущаем, понимаем, чувствуем, но для того, чтобы смотреть. И это одновременно проливает свет и открывает горизонт того, что ждет нас, кто мы связали свою жизнь в той или иной мере и степени с технологией Skyway. Поверив в это дело, будучи лояльными, мы идем дальше. Но фокус и горизонт не должен затемняться. Перспектива колоссальная. Она не простая перспектива. И вот поэтому я как раз и эту тему, и вот это направление сейчас затрагиваю, чтобы нам понимать. Теперь смотрите, какие стратегические моменты для представления сценариев я увидел в том, что Анатолий Эдуардович на своем сайте... Звук есть? А, зайдите, ага. Значит, что Анатолий Эдуардович на своем сайте снова как бы опубликовал. Первое. Он четко заявляет, что он инвестирует все заработанные средства в проект Spaceway. То есть новый проект. Мы по-разному представляем этот проект, но здесь я вам показываю только то, что сказано именно в этом материале. Это то, что предпроектные разработки и научные исследовательские конструкторские разработки, они немножко одни и те же, да, потребуют до 100 миллиардов долларов. Отдельно, четко финансирование именно на это направление, связанное со Spaceway. Переход, но что это дает, этот Spaceway, это не просто так вот с брелой ницкому в голову, и давайте перейдем на околоземную орбиту, переведем всю свою как бы индустрию, индустриальное производство, которое у нас есть на Земле. Но дело-то в том, что земной цивилизация на новый путь развития это ведет. Останься мы там, где мы есть, мы неминуемо придем к исчезновению нашей цивилизации. И четко Юницкий там говорит, и абсолютно это мнение большинства, или, скажем, львиной доли экспертов, которые оценивают состояние биосферы Земли, состояние техносферы Земли, что два поколения, и путь уже все, обратно пути не будет, или вернее не обратно пути, а процесс будет развиваться абсолютно по, скажем, гибельному сценарию. Два поколения максимума осталось. Это, а что такое поколение? 25 лет. Это 50 лет максимум. Сегодня мы в 2017 году, это до 2060 года. У нас еще есть время чесать затылок и похрапывать, лежать на печи. Но мы этого не хотим. И поэтому, дорогие друзья, давайте посмотрим. Снятие, значит, важно, проект Spaceway даст возможность снять конфликты между планетарной биосферой, то есть той биосферой, в которой мы живем, и, значит, индустриальной техносферой. То, где мы производим, то, что мы делаем, то, что мы здесь закручиваем в околоземном или в земном пространстве. Средой создания, то есть между средой планетарной биосферы, это среда, созданная, условно говоря, или фактически Богом, и средой, создаваемой человечеством, это индустриальной техносферой. Понятно, да? То есть это вот как раз тем, что здесь есть. Поэтому здесь очень важно это учитывать. И средства на это потребуются более 2-3,5 триллионов долларов. Анатолий Дарович там четко говорит, что такие средства на Земле есть, но есть целый ряд противоречий. Теперь я посмотрел, я посмотрел, значит, что я еще здесь в этот комментарий со своей стороны могу сказать. Что сегодня мешает, вот я для себя постарался выяснить, и делюсь с вами, что сегодня мешает человечеству объединиться. То, что мы находимся, что все системы находятся в кризисе, все системы, вот все эти, все уклады, все системы технологического уклада, все системы социального уклада, все системы экономического уклада, наука, культура, образование, все находится сейчас, скажем, в критическом состоянии, дорогие друзья. Поэтому пройдемся по тому, что нам или что мешает объединяться. Непродуманная и отсутствует модель объединения. То есть нет представления, как объединиться. Можно долго сидеть и говорить, мир глобально развивается. То есть все говорит о том, что мир глобализировался. Большой толчок к этому дала возможность того же самого интернет-технологии. Интернет-технологии, то есть обмен информацией. Интернет-технологии интенсивного обмена информации, обработки информации. Но сегодня нет четкого представления, если не сказать, что вообще представления нет. В какой форме объединяться можно в мире, чтобы сохранить свое существование этой цивилизации. Каковы это принципы, каковы цели, ограничения какие, какие условия, при каких условиях так можно делать. Какова стратегия вообще и механизм реализации. Как это делать? Но здесь мое мнение, если вы мне задали вопрос, я бы ответил так, что, дорогие друзья, не надо мудрствовать лукаво. Есть так называемые космические внепланетарные законы, доведенные до нас, значит, вселенскими нашими учителями по разным источникам, через разные предания, через разные материалы, они четко присутствуют, они есть у нас, мы ими не пользуемся, к сожалению. Или пользуемся от случая к случаю и только в своих интересах. А надо в планетарных интересах пользоваться. Поэтому над этим уже люди работают на Земле, но пока критическая масса маловато. Следующее. Несоответствие условий социального и экономического развития. Да, естественно. Вернее, уровни, извиняюсь. Уровни абсолютно разные. Если мы пройдемся так вот, земной шар себе представим, пробежимся по континентам, то даже с птичьего полета видно, как люди живут абсолютно по-разному, социально, экономически и так далее. Я не хочу сказать, что кто-то, допустим, в Нью-Йорке живет, может быть, экономически и социально лучше, чем кто-то на Камчатке или где-то, скажем, племени Новозеландском, каком-то племени. Нет, но если взять общие критерии, так называемой экономической оценки, то разница колоссальная. Теперь, что следующее? Это политические противоречия. Много партий в различных странах, в мире существует. Для чего это было создано? Ведь, смотрите, раньше не было партий. Партии как раз были созданы для того, чтобы разделять в мире и властвовать. Вот, и разгонять, ага, ты в какой авто? А, это первая, это левоцентрическая, это центрическая партия, это либеральная, это демократическая и так далее. То есть, все это создано для того, чтобы запутать людей и ввергнуть их в борьбу, отвлечь от самого главного. Сбережение человечества, вот, а не золотого миллиарда. Далее, наличие колоссальных запасов оружия массового поражения. Это действительно, с этим связано, здесь много противоречий военно-промышленных комплексов, ведущих стран, производственников этого оружия. Вот, и это, опять-таки, большой минус, это мешает человечеству смотреть в сторону объединения. Новый этап холодной войны. Да, это постоянно есть в мире силы, которые держат под напряжением все это состояние, потому что это пока выгодно кому-то, и это еще не, как бы, непреодолимо пока. Неэффективность глобальных политических институтов. Ну, под глобальными политическими институтами можно считать такие, как ООН, то же самое НАТО, те же самые различные всемирные, значит, ВТО, торговая, значит, организация, масса других организаций, которые как раз созданы для того, чтобы разделять и владствовать, и они, естественно, неэффективны. Многие специалисты, или вернее некоторые специалисты, которые сейчас думают на том, как же, над тем, как, что можно сделать для того, чтобы как-то объединиться человечеству в общих целях сохранения, они считают, что здесь есть очень много, как бы, того, чтобы их, в первую очередь, не оттеснить, а, во-вторых, с ними очень тяжело идти дальше. Поэтому эта критическая ситуация тоже здесь вполне естественна. Различия в ресурсных базах национальных экономик. Есть абсолютно ресурсы, обеспеченные национальной экономике, есть беднейшие национальные экономики. Но все мы пользуемся единым ресурсом, это единый ресурс Матушки Земли, нашей планеты. И неважно, живешь ли ты, значит, в Австралии или живешь ты в Эстонии, ресурс у нас общий. К сожалению, пока сложилось так, что находится в чертах твоего государства, является ресурсом твоей национальной экономики. И это тоже очень сильно тормозит. К чему этот разговор? Это разговор к тому, что, по всей вероятности, специалисты считают, что есть ряд принципов, когда потребуется объединить весь мировой ресурс и считать его наднациональным, а считать общечеловеческим. И это неминуемо. Таков, в мой взгляд, тоже. Я поддерживаю именно это направление. Взаимоисключающие и конфликтующие картины мира и идеологии. Ну, это, естественно, масса различных видений. И они конфликтуют, к сожалению, все они. Очень важным, я считаю, то, что углеводородная энергетика, как основа экономики, ведет к глобальному природопользованию. Да, уже сотни лет, больше сотни, несколько сотен лет это так, и оно только усугублялось. И мы знаем, где мы сейчас уже находимся. Сколько природа уже претерпела от этого всего, и еще ей предстоит претерпеть. И это факт. И примитивность мирового массового сознания, самосознания. Это отдельная линия, и мы с этим тоже с вами будем тут еще работать. Вот, как бы, что мешает в первую очередь сегодня человеческую объединяться. И теперь мы посмотрим с вами. Смотрите, что происходит. Обычный проект, адресный проект, этапы его мы неоднократно рассматривали. От этапа инициации адресного проекта до строительства и завершения строительства проходит от двух с половиной, от одного года до пяти лет. Вот здесь внизу видно. Проект, о котором мы говорим, это перспектива Spaceway, то есть путь, куда мы идем. Но мы туда можем только прийти через реализацию Skyway технологий, через строительство транспортных артерий нового поколения. Этот проект от 10 до 15-50 лет в целом. Там, если начинать этот проект, то он займет где-то 15-25 лет. И это будет от нулевого этапа до завершения строительства, выхода на околоземное пространство, выведения всей индустриальной среды, которая сейчас находится на нашей планете Земля. И это вполне реально. И это все стоит, скажем, как там Юницкий пишет, порядка 2-3,5 триллионов долларов. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, и у него тоже, кажется, там сказано об этом, что это где-то 3-4 годовых бюджета Соединенных Штатов Америки, военных бюджетов. Такой страны, как Штаты, ну, я думаю, что с Россией та же самая история, если посмотреть, перевести это в деньги. Таким образом, дорогие друзья, есть масса. Почему вот это очень важно? Я не для того хотел вам показать, что, смотрите, все как плохо, да. Я хотел показать вам потому, что это все проблемы, это все то, что нужно развивать. Но это есть основа для развития, и это хорошо. Это то, что является нашей перспективой. Это говорит о том, что если я, кто я сегодня есть, или ты, кто ты там по ту сторону экрана находишься, значит, представляешь и начинаешь понимать глобальность того, чем мы занимаемся, то ты начинаешь понимать, и я начинаю понимать, возможности, которые перед тобой или передо мной стоят. И это дает нам возможность сформировать свое ближайшее будущее, влиять на ближайшее и дальнее будущее наших детей, наших внуков, наших близких людей, и дает возможность нам развиваться. Все в наших руках, дорогие друзья. Поэтому я не перестаю восхищаться тем, во что я ввязался, и желаю вам того же. Поэтому смотрите, значит, я посмотрю, что тут за вопросы, схему холдинга Skyway. Татьяна, посмотрите схему холдинга, значит, у нас на вебинарах, я ее неоднократно показывал, у меня сейчас под рукой нету здесь, вам показать ее. А если вы посмотрите вебинары, полистаете, в особенности, это где-то середина, вторая половина прошлого года, это сентябрь, октябрь, когда мы много говорили о том, как холдинг выстроен, то там есть эти схемы. Вы там их найдете. Как у вас можно получить консультацию по юридическому вопросу в скайпе или почте? Да, друзья, я сейчас сюда напишу свой скайп, можно получить, значит, 13. Вот мой скайп, задавайте вопрос, чем могу быть полезен, буду всегда отвечу вам. По крайней мере, скажу, что можно сделать или что нельзя делать. Так, есть ли там еще у нас вопросы? Так, вроде вопросов нет. Дорогие друзья, есть ли вопросы? Я сейчас готовлю, у меня этот материал еще не закончен, для того, чтобы вам его вывести. Мы, по всей вероятности, в следующий вебинар с вами основательно поговорим еще о перспективах и о том, как мы будем развиваться до конца этого года. Та заобращалась по скайпу, и что я вам не ответил, Татьяну? Вы не ответили. Обратитесь еще, я посмотрю. Я вроде бы все ответил, что мог. У меня тут скайп одно время барахлил, может быть, что-то затерялось. Не приняли. Не принял? А, извиняюсь, хорошо, тогда приму. У меня тут есть, да, несколько неотвеченных. Значит, Татьяна, Татьяна, Татьяна. Нет у меня Татьяны. Какой у вас, какой у вас? А, да, есть все. Да, сейчас все принял. Вот видите. Татьяна, я вас сейчас принял, Татьяна. Так, Владимир, подскажите, с какой информацией лучше выходить в первый раз к потенциально крупным инвесторам? Галина. Вы знаете, есть справка. Значит, я ее уже сбрасывал. Если вы на чате, на нашем, если являетесь, Галина, членом нашего общей чата, есть целевые проекты, да, дайте там знать, и я выставлю там еще раз, сброшу последнюю версию справки. Я считаю, что это самый удобный вариант, с чем выходить на потенциально крупных инвесторов. Не в чате. Да, я тогда вас внесу в чат. Или Алексей. Алексей, если вы сейчас здесь, то прошу вас, внесите Галину в чат. Галина. Но вас, Галина, если вас нету и у меня, вы тогда постучитесь ко мне. Если вас нету там, то постучитесь вот на тот адрес ко мне в скайпе, я вас сразу переведу в тот чат. И в ближайшее время, я тут уже обещал, мы в чате беседовали по поводу, значит, приглашения чиновников высокого ранга и мощных инвесторов потенциальных на Экофест в Белоруссии, в Марину Горку, который будет 1 июля состояться. У меня на завершение, я немножко еще хочу отработать и согласовать с нашими партнерами в Минске, что и как мы там пообещать можем, значит, и будем ли мы-то вообще в этом письме что-то сильно там обещать. Скорее всего, мы там дадим информацию. У меня есть две версии письма, практически отработанные, вот, и буквально в ближайшую неделю я тут пообещал уже рабочей группе, которую мы создали в чате, это письмо до вашего сведения довести. Мы его еще и на вебинаре здесь обсудим, друзья. Да, постучитесь так. Владимир, вы тоже постучитесь. Не понятно, не вижу, что вы тут пишете. Так, есть еще вопросы, друзья. Да, хорошо. Так, вопросов нету больше. Ну что ж, давайте тогда... Да, вас, Владимир, тоже добавим, только постучитесь, если вашего адреса у меня нет, тогда сделаем. Где может понадобиться помощь волонтера «Живу в Петербурге»? Ну, вы знаете, помощь, что такое волонтер? Уже деятельность в распространении, Ольга, деятельность по распространению информации о технологии скайферии, у это уже есть волонтерская деятельность. Я думаю, вот если так, вот на вскидку, то волонтерская деятельность понадобится с момента, когда начнут зарождаться адресные проекты. И там есть масса, зачастую бывает масса таких, как бы сбор информации, подготовка каких-то встреч, каких-то семинаров, вот, общественное, формирование общественного мнения. Там волонтеры очень сильно нужны. Мы этим пользуемся сейчас в Риге, пользуемся время от времени в Сталине. Я отправил их. Да, хорошо, Галина, сделаем в скайпе. Так, если больше, кроме организационных вопросов нет, тогда позвольте мне сегодня коротенько закончить наш вебинар. Я приглашаю вас на следующий четверг, вот, там продолжим нашу работу, там будут у нас уже еще новости по развитию. Желаю всем успехов, хорошего здоровья. Весна началась, вот, и сотрудничаем дальше. Самое главное, друзья, то, что перспектива просто колоссальная. Меня иногда начинает зашкаливать, когда я начинаю представлять, так вроде сидишь, ковыряешься в своих делах и не сильно представляешь. Как вот только начинаешь смотреть чуть-чуть выше носа, чуть-чуть выше своего горизонта взгляда, то просто радуешься. Желаю вам того же. До скорых встреч. Спасибо. Всего доброго.